Итак, всех приветствую, официальненько, да? Пришла, короче, разумно-неправдовимая такая камера DIGMA, DIGMA DK880. Это точная модель, это ни в коем случае не реклама, ибо я её заказывал, ну, мне её не бесплатно предоставили, это за деньги всё дело. Так вот, смотрите, что это вообще такое, по сути? Это, ну, вот экшн-камера такая, которая вот, ну, ехала до Тамбова там правдами-неправдами, там пришлось избивать продавцов, они избитые, сказали, сейчас всё исправим, всё, вскрыли крышу грузовика, залезли там в середину, короче, там целая история. Так вот, здесь, ну, на самом деле, тут вообще всё поддерживается, что там можно поддерживать, это вообще какое-то, не знаю, сумасшествие какое-то, прям удивительная какая-то камера тут, два экрана, блин, два экрана, два! Это вообще что-то, ну, для меня лично это что-то, ну, по крайней мере, необычное. 900 мАч, ну, не так много, если сравнить вот с телефоном, на который я сейчас снимаю, но для камеры, думаю, это более чем достаточно будет. Встроенный Wi-Fi я не знаю зачем, наверное, для стрима, я не знаю, я промолчу, хорошо. 30 метров, это под водой, можно, наверное, выдерживать давление на 30 метрах под водой. Ну, чё ж, перейдём к вскрытию, как говорится, резня. Так вот, тут она в плёночке сейчас завёрнута, так, аккуратненько надо, нежненько её, ух ты же, блин, открыть, так, аккуратно, вот так вот, ой-ой-ой, по-моему. Плёнка, кстати, хорошая, у меня давление не отрывается, нахер нахер нахер. Думаю, плёнка-то не нужно. Так, чё же здесь мы видим? Тут видно, а, тут свет неправильно выставлен. Так, коробка без плёнки такая же, а столько времени, продумайте, из-за отсутствия маникюра я не могу подведить, так просто. Так, вот, получилось. Так. О-о-о-о-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, боже, это оно. Это оно. Ни хрена себе, кстати. Всё упаковано. Даже не понимаю немножко, как это... Как вот... О-о-о, тут система... Ничего себе. Я не задумывался, как она тут так устроена. Угу, упрошка. Защёлка такая свеженькая. М-да. Блин, ещё с объектива не снята, скажем так, плёночка. Плёночка. Не надо тут шутить про... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то вообще прям так. Тут задвигается так, как для батареи нет. Это... Отсек для... Ну, это для батареи. Здесь... Это для... Карты памяти. Нифига себе. HD out. Серьёзно. Ещё она так прорезинена снаружи, так... Цепкая. То есть, она вот прям из рук, она не вырывается. Окей, что ли? Это кнопка записи, типа, окей. Странно. Конечно, два экрана — это вообще дикость. Такое вот... Ну, это действительно для меня в набилках. Так, надо пока что поставить... А, ну вот, кстати, вот эти вот... Я всегда... Я когда о GoPro думал, я думал... Ну, если она интернетично сделана, как у неё сделаны кнопки? Они, оказывается, здесь, блин, целая система. Это пружинки какие-то, толкатели, блин, с резиночками, всё. Только сейчас начинаешь понимать, насколько это... Блин, блин... Только вот... О, защелка сейчас такая, свеженькая, ещё. Так, здесь крепёж. Это затяжка для, как бы, настраивания по вертикали наводки. Так, давайте подтянем я чуть-чуть. Думаю, проблем с этим не будет. Здесь, конечно, всё пластиковое, но... Надеюсь, всё будет жить. Кто бы что ни говорил, я буду жить. Ох! Так. Пластмашка просто вот такая вот, пластмашка будет. Красивая. Тут что-то срезалось, судя по цвету. Вот что-то такое. Да, непредвязательно всё равно. Так, руководство для пользователя. Ну, в принципе, сразу нужна макулатура. Так, это... Что это? Мало ли. Это какая-то... Фибропроставка, что ли? Что-то мягенькое такое-то, мы сейчас разберёмся. Так, тут какие-то уже дальше... Игрушки пошли, повзрослеют. Тут какой-то чехольчик. А, это... Так, это я понял, что это. Это, чтобы её крепить без... Вот. Без брони, скажем так. Чтобы её крепить к штативу. Это получается... Вот. Вот так вот. Или нет. Вот так. Так. Ага. Она не выскочит. А, она здесь перетягивается будет. Конечно, вот тут вот эти вот пластмашки и всё здесь из-за того, что кнопка не выпирает. У неё прям... А, ну нажимается, прожимается нормально. Зато мод... Ну-ка, мод. А мод так не прожмётся. Надо вот так вот. Могтёк говорит. Ну ладно. Так вот прям не хочется прям лапать руками пока что. Так, ну естественно, микро... USB-шка. Без неё никуда просто. О, боже. Ладно, без приколов есть. А, вот. Это ответная часть. Это ответная часть. Я только не пойму, как она должна... Наверное, вовнутрь так вставляться. Давайте, ну сейчас разберёмся. Так. Ещё один поджимчик. А, всё, я понял. Я теперь всё понял. Всё распознал. Это вот так. Ремешки. А, это лямочки цеплять на голову. Зажимы для берега, наверное. Ох, мама мия, микрофон. Теперь я чувствую себя лохом. Почему-то. Не знаю почему. Вот даже не знаю почему. Вот не знаю даже. Ладно. Так. Здесь ещё... А, это вот как раз ответная часть под крепление. И... А, вот ещё одно крепление. Что я вообще запутал с ваших этих креплений. Так. Что здесь... А, вот. Самый основной прикол. Это пульт. Это пульт. Это полиция какая-то. А, это вот так лямочки цеплять. Это вот как раз браслет. Вот тут вот эти вот... Где они там, бронюшки-то? Где эти кожаные рюшечки-то? Во, во. Да, это для него прикол. Там тебе батарейки ещё нет. Ого. А, ну и самое основное во всех обзорах на приборы, на всё, что угодно. Самое основное. Без этого... Без этого в принципе ничего не будет работать. Без этого рухнет экономика мира. Так. Чё для начала тут... Тут, блин, столько всего, что... Не то, что глаза разбегаются. У меня уже мозг там куда-то стёк. И вот его моё. Это всё получается. Вот это может крепиться к этому, как я понял. В общем-то... Так, ну-ка. Так-так-так-так-так-так. Ага, вот. Всё, конечно, из пластмассы, но я уже начал постепенно доверять современной пластмассе. Так. Как же её, чёрт побери... Подожди, а как же действительно? Потому что она... Я вижу, что она может сюда нанести. Но я пока что не понимаю, как. Потому что... А, я понял. Вот так она залезет, должна сюда. Но это она сейчас... Получается вот так. Сюда заедет. Ну, пофиг. Так. Это получается зажимчик, который... Вот для этого. Где-то скорее держатель такой для неё. Так, давайте-ка. Давай, эти пакетики. Одновременно приятно и не грустно. Так. Ну, я правильно же понял, вот так это делается? Да, это вот так делается. Всё пластиковое, конечно. Всё очень пластиковое, скажем так. Так, тут дырки совпали. Сейчас попробуем. Ну, это как-то вот должно вот ещё куда-то, ещё на одно. Какая же здесь ещё одна? Наверное, вот... А, ну да, это вот это. Да. Кажись, нашёл. Оп. Вот что творю, что творю. Так, это вот, получается... Подождите, вот сюда. Вот это ещё. Так, я как-то в край запутался вообще. Как-то вообще всё. А, нет, я неправильно сейчас это понял. Судя по всему, это вот так откручивается. И это вообще другая, она ставится до другого. Ага. Так, что это очень сложно. Непонятно. Так, ну-ка. Вытащится. Ну, нормально. Сейчас самое печальное будет, если что-нибудь я всё-таки сломаю прямо сейчас. Не дай бог. Я сам себя нафиг это. Так. Я даже не знаю, тут непонятно. Ну-ка, блин, куда же я? Так, а что это? Так, гарантия-то, ну, понятно. Так, вот тут ремешочки. Так. Это утяжки. Это липучка. Ну, это понятно всё. Так, это вот... А, вот что это? Клейчик такой с фуралоночком. Хотя нет, вот сейчас очень откроет. Ну, нафиг. Так. Микрофон. Серьёзно, я говорю, да. Ну, бойко не сравнится с этим, кстати. Тут прям менее массивно выглядит. А-а-а, тут без батарейного отсека промежуточного. Паралончик яренький. Правда, кривенький что-то немножечко. На это, думаю, нормально. Это так и должно быть, в принципе. Не должно быть всё в мире идеально. А, правда, дался его, да-да-да. Так, это... Кстати, надо сейчас проверить... Так, вот, да. Что? А, как втыкать? Разъём-то вот, ну. Я не могу его воткнуть. Здесь надо вытащить. Ух ты же, блин. Сейчас, блин, сломаю всю эту жопу. Да, вот, смотрите, вот этот разъём, вот он, в принципе-то. Он вот так вставляется. А, ну всё прекрасно. То есть можно прям вот так вот, вот так вот, спрашивать, спрашивать обо чём-то. Ммм, невкусный поролон. Чего-чего-чего? Чего-чего-чего? Чего-чего-чего-чего-чего? Я куплю, надо распаковывать быстрее шнурочка, втыкать его в комп, чтобы кое-что поздрить. Так, для начала, мое любимое, когда-то, разматываем проволочный предохранитель в видеокимчику. Ой, то есть не тот текст немножко. Так, во-первых, короткий шнур, то бишь... А, ну метр. Метр в натуре. Потому что, типа, 40, да? Ой, блин, ну, типа, да. Подожди, ну-ка, ещё раз. Вот. Раз. И вот. Ну да, метр, короче, примерно. Так. Надо воткнуть, подоткнуть. Так, ой, и чё здесь нет? Прододовку ещё здесь к одному компу. Пардон. Весь мир подключён. Ох, так. Ну, втыкается нормально. Это хорошо, когда втыкается нормально. Я вам говорю, как... Так, сейчас надо вставить... Ну, в это вот. Вот это число, вот это вот. Меня просто испугало и обрадало одновременно. Просто я не знаю, это как испустили. Так. У меня ножниц нету, но мне пофигу. Так, сейчас вставляем... ...как эту утепусенькую... О, господи, я же его ничтожка. ...карту. Так, мама мия, так. Втыкиваем её. Какое втыкнуть тут? Доготочком. Так, и теперь подрубаем шнух. Как я понял, вот сюда. Так, не понял. Я же всё правильно делаю, всё правильно. Ага, вот. Нихрена себе. Перенести камеры... Перенести камеру. Так, веб-камера, только зарядка. Перенести файлы. Ты начал давать только зарядку. А, значит, как это сделать? А, никакого тачи скрины, скажите, да? Нихрена, вау. Ну-ка. Ну, как бы картинка здесь, GoPro-шная, ничего не скажешь. А, о боже, мне придётся это сделать. Мне придётся открыть с объективу, тут криво наклеены. Ну, кто ж так наклейку наклеивает? Тут кривую наклик какую-то... Какой Емель вот так наклеила? Причём, воженник Емельянов. Блин, и как её снять? Её сцарап... А, точнее, её царапать нельзя, сейчас язычок поддену. А кто на язычок клея нафигачил, а? Какой умник. Простите за такую срёпочку. У меня, кстати, всё немножечко в голову, кстати, потому что 27-е число, для него как бы тут-то не поорать. О боже, и ещё плёночка давно. О боже, она прям... Чем такую плёночку клеить, лучше нафиг не клеить такую. Так, снял плё... Блин, я молекулу вижу, кажется. Можно снимать четыре часа, боже, четыре. А как перекинуть мод? Чё мод? Чё мод? Зум. Ммм... Это 4К? Да-да. Так, подожди, а как же здесь... Здесь же touch screen же, его нету. Так. Проигрываю не видеопросмотров в строке фото, а настройки системы. Давай-ка, окей. Частота... Так, подожди. Частота, да, пустим, частота. 50 Гц, 60 Гц. Довольте 60, допустим, к примеру. Чё-то поменяем. Настройка звуков. Чего? Звук затвора, звук кнопок. Громкость. Громкость можно, кстати, сейчас, секунду. Так, и ставим её на гимичку, чтобы меньше расходовало на динамик, скажем так. Подожди, мод это выход, ага, всё. Экспозамер, так. Экспозамерный, наверное. А, экспозамерный, наверное. Матричный, точечный, центральный. А ставим пока что-то матричный. Баланс белого. Автобусный, 90, нет, вольфрам. Снорклинг. Флуоресцент и снег. Давай автобусный, пока что-то ставим. Так, баланс белого. Эф... Так. Коррекция искажений. Чё-то такое коррекция искажений. Выкол в кул. Давай прикладывайся не будем. Дата, время. 21-ое. Ай-яй-яй. 22-ой год. 0-1-ое. И откатываем назад. Давай, куда прям... Так. И время у нас сейчас, с вашего позволения. Так, короче. Кажется, я сейчас на настройке времени уничтожу эти кнопочки. Блин, да. Мне кажется, они такие нежные. Кажется, ставим так. Так, отключение экрана. Пульт включения. Ага, пульт. Ну-ка, пульт давай. Окей. Включён. Режим регистратора, блин. Формат SD-карты. Язык. Так, пофигу. Что за формат SD-карты? Форматирование? Чё, дурак, что ли? Наверное, форматирование, потому что формат точка сокращена. Так, карта памяти. То, что я мечтал увидеть. Всю жизнь мечтал увидеть. Свободно. 119 260 мегабайт. Как выйти? Вот. Рекомендации микроизоляции. А теперь попробуем... Так, ну-ка, подожди. Настолько фото. Что здесь будет? Разрешение фотоэкспозиции и сотнику. Сколько здесь максимум? А, 3200. Ну, в принципе, как на телефоне. Так, время экспозиции... Ну, это выдержка, выдержка, выдержка. Каблин открылась, куда ты? Так. 5 секунд. 60 секунд есть выдержка. Это мы, конечно, попробуем. Не, подожди, подожди. Так, тогда выход. И выход. Так, посмотрим. Здесь пульт, он работает, как я понял. Так, нажимаем. О, она записи уже ведет. Мамма миа. Она записана. Записывает, как я записываю видео. Спалился, который здесь лежит, блин, на принципе. Ой, мамма миа. Поэтому удалим, конечно. Так, ну-ка, и нажимаем на ту же клавишу. Ага. Так, теперь давайте-ка. Мод. Мод. Так, и просмотр видео. Так, разреш... Это даже настройка. Это что? Как же? Разрешение видео. Ну-ка, так, штамп за датой. Ну-ка, давай-ка. Штамп за датой. Дата, время. Вот. Все, дата и время, чтобы не забыть. И прикольный выигрыш, мне кажется. Разрешение видео. Ну-ка. Ну, чтобы вы видели, что я не просто от балды беру эти цифры. Я не сам их выдумываю. Так, ну-ка, какое здесь минимальное? 720, это минимальное, понимаете? Ой, мама, ой, мама, ой, мама. Я не знаю, чё. Так, стабилизация. Выключено. Это он так выключен. Кстати, под углами, так, смотрите, экранчик. Видите, то есть, вот так вот смотришь на него. Да, он бликует сейчас вот. Конечно, там, от лампы. Но вот если под углом смотреть, никак искажения не происходят. Никаке вообще удивительное. Так, метод научного тыка я нашёл, что на задержку МОДА... Ну, его зовут, как его назови, Гошка. Гошка, наверное, так и буду называть. Она, короче, врубается, и как бы, ну, все клавиши полностью забиты обязанностями. И ничего просто так тут не находится. Так, давайте-ка ещё раз чехлик откроем. А, так она сейчас, да, она сейчас подключена. Я сейчас не смогу её так вставить, к сожалению. Ну, это зарядится, сейчас посмотрим. Чё могу сказать так по временному вердикту, просто первому ощущению опять же. Потому что это надо эксплуатировать. Эксплуатировать много, долго, и тогда можно понять, чё-то как. Сначала, давайте-ка всё-таки попробуем то, что я хотел. А где то, что я хотел? Так. Ну, всё-таки. Но полностью здесь совпадает. Я не знаю, но... О, оно так плотно... Нифига себе. Ого! Это оно так плотно нахлобучивается. Так, и получается вот, что вот это... А, так вот. Ремешки сейчас достанем. Так, никому. Так, секунду, сейчас... Нет, это вроде не запаяно. Чё за фигня? Достаем эти ремешочки. Так, назову... Так, ну-ка, подожди, типа. Нифига, показалось, или... Ага, да, это защёлкочка. Храповичок такой, ни хрена, сих. Так, сейчас попробуем. Подходит? Да, слушайте, подходит, правильно? Провозить. Провозить, причём неплохо так. Смотрите. Вот. Ой, да? Офигеть. Вот это да. До чего технологии-то нашли? Это, как я понял, так. О-о-о-о! Да это теперь можно. Да это теперь... О-о-о-о! Это бегать, как эти такие калькатурные видеоблогеры, которые бегают с GoPro на башке. Ну, кстати, для честности скажу, это удобно. Руки не заняты вообще, и можно подробно там о чём-то рассказывать, показывать. Так. Более свободно. Далее. Как я понял, вот эти вот липучечки, это для пультика этого. Как раз на руку нахлобучить. Наверное, я не знаю. Потому что, кстати, вот этот подойдёт. А, кстати, подходит? Нет? Нет, он не подходит. Подходит, подожди, что-то я ничего не... Я что-то ничего не понял вообще. Так, подождите. Как это вообще должно? Наверное, вот так. Ну, честно, не знаю. Я, опять же, повторюсь, я первый раз общаюсь с другом. А, ну, наверное, так. Как-то так всё надевается дело. И пультиком здесь уже можно фигать. Ой, я вот сейчас нажимаю на фоткать там ничего. А, выключено. Просто надо понять сейчас все её нюансы и загвоздочки. А то во время съёмок будет интересно. И кажется, когда снимаешь там полтора часа суперинтересный контент, смотришь, а, как говорится, кнопочка записи не пружата. Мне прикалывает то, что здесь кнопочка ОК, которая здоровая. Её удлинитель махонький очень. А кнопочка МОД, которая мелкая, здесь такой здоровый удлинитель. Странно вообще. Какие-то, короче, свои заморочки у тех, кто-то производил. Вот эта липкая фигня, но я не понимаю. То есть, её к чему-то можно прилепить. И как бы всё, до свидания. Её же больше не отлепишь, ни это, ничего. На шлимак, скорее всего, лепить. Это предположение чисто. Здесь ещё такие запасные есть. Две штучки. Но я думаю, если действительно им пользоваться, они просто улетят. Так. Ну, потому что это практически одноразово. Они просто не выглядят внушающей доверии. Так. Чё-то я не понимаю. Вот это так вот. Даже вот это вот. Чё-то тут вообще ничего не понятно, честно. Так, почти какие-то силаши. Так вот. Что хочется... Ну, промежуточный, опять же, вердикт. Чё хочется сказать. Камера, блин, такая вот. Опять же, это у меня первая. Так что сравнивать мне на своём опыте ни с чем, но для меня это, блин, прикольно вообще. Только вот я не пойму. Так, ну-ка, давайте ещё раз включим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте попробуем вот этот мелкий экранчик. Так, можно было один раз влево, наверное, так. Так. Так, так. Нет, подожди, не то. Пульт. Что такое выключение? Нет, подожди. Включение экрана. Нет, подожди, это не то. А как же вот это вот включить? Ну, это же экран. Да даже вот на коробке нарисован, что это экран, вот видите? Так, сейчас надо разбираться. Кстати, ах, ну-ка, я на пластиковом. Ммм. Всё-таки я не понимаю. Так, может быть, выйти, выйти, выйти. Как-нибудь вот так. Ага, до хрена там. Как же тогда сделать-то? Короче, как-то надо попробовать включить сейчас этот экранчик. Естественно, не на запись я буду сейчас это тыкаться. Походу, это будет долго. Вообще, руководство пользователей создано не зря. И теперь я понял, как включить этот экранчик. Зажимаем запись и вниз. Что-то набрали, набрали. Ну-ка, давайте-ка я при вас прям открою. Вот, смотрите. Вниз. Так, давайте потом раскроем. Так, зажимаем вниз экран. Ну, конечно. Что? Где-нибудь, наверное. Так. О, кто-то без записи. Что? Почему это сейчас сработало? Вот вы, кстати, видите там... Нет, вы нихрена не видите. Здесь экран вообще мелкий. Я не знаю. Тут... Как я даже не знаю, чем померить. Вот, типа, большой палец. Ё-моё, он что-то там... Сколько он там? Три с половиной сантиметра, что ли? Три сантиметра. Ширину. Что за капец. Кстати, можно на себя смотреть. Ну, как на себя? Какой-то махань, какой-то пятнышко просто. Что за... Ну-ка. Ага. Это сдалека. Он полезен тем, что... Да, там ничего на нем не разглядишь, когда вот ставишь ее вот... Допустим, вот... Так, надо прочихать. Поставлю далеко и отбегаешь. И ты все равно же не видишь там ни лицо ничего. Но зато видно примерно, где свой... Тело твое, силуэт. Так, во-первых... И чё? Ага, два раза. Блин. Почему здесь это не написано, кстати? Нажать кнопку вниз экран. Просто сказано. Ну, прекрасно, прекрасно. Впрочем. Постоянно. Что-то вот... В итоге я додумываюсь сам, до чего-то я... Не понимаю, что я брюху. Ну, так, давайте... Тут рассказать такую запись, вот это видео-мод просмотра. Это мы уже все. Как вы видите, без впрочтения данных. Короче... Так, ну-ка, так, ну-ка, так, ну-ка... Ох-вык, ну-ка, вот так, здесь я, например... Вот, непонятный бокс, это бокс, это, бокс, в полном слове. Бокс, бокс. Да, блин, кратая. Так вот, я вот только не пойму. Ага. Ну, потому что, прям, свежат, свежат, причем такой вот прям, буквально, вот только вот, что-то, вырвем ее нахи. Так, надо вот это поставить, что все. Так, думаю, его, сейчас она пропозрянится, мы ее засунем вот в этот боксик. Короче, не будем так долго томиться. Давайте-ка ее отключим от нямки, аккуратненько пытаюсь его... Пока свежий, тут не перетертый разъем, оно очень... Так, вот, на... Ага. Оно криво не заходит, вообще-то. Так, вот так, так, и... Я пытаюсь нежно с этой защелкнуть, она прям щелкает. так в начале зрения с его моим датчинский тюс так я тут еще одна пленочка в степени пленочек точка не хочет как я понял что кидает липучка чтобы не допустим культурности пошлема типа еще ну то есть скорее всего скорее всего такие липучки они естественно двухсторонний скотч соимос заменяем скажем так унифицирован со скотчем своими свойствами то есть можно время от времени менять когда она прилепляет на какие там определенные поверхности я причем тоже ждал что здесь будет присоска ну почему тут кажется все таки да она не зарядилась короче плотная защелка такая прямо испытывает мои нервы данный конечно аппарат просто убью меня просто будут я не знаю кислоты офигел ну слову удивился в принципе ничего не описывает то что я сейчас я просто сейчас пока что в шоке нахожусь я пока что до конца не понимаю что это такое но когда в действии сейчас попробуем конечно это уже будет ближе к лету это конечно же будет мотоблок потому что уж чего чего а удобнее всего будет мотоблок снять две руки заняты плотно заняты ты как раз надеваешь шлем наверное блин впервые один шлем но даже не для безопасности а чтобы снимать видосы ну это беседы думаю как раз в этом кожухи может быть потому что оскорщиков как вальсу пластмаска думаю конечно полосников думаю может потому что вот в этом вот чехлики так идет в таком чехлике к ней не охота то есть ну с опаской вылетит вот того и видео смотрите прям ровит, ровит прям я боюсь конечно поэтому буду смотреть сначала конечно вот снимать боксики конечно много приколов тебе можно снимать потому что когда ну у проха блин это реально недооцененная фигня аппарат аппарат недооценен потому что возможность у нее очень большая небольшие размеры габариты повторяет все возможности видеокамеры такой полноценно здоровый который там ну и тем более снимает там все эти стабилизации все это все и еще вдобавок это все вода там непроницаемый все такое но я это конечно проверять с камерой вот этот чехлик я конечно же не буду ну на всякий пожарный то есть да чисто русский да то есть ну это я наверное как-нибудь отдельно проверю то есть просто этот чехол вот так вот погружу один пустой естественно потому что ну ничего да это жертвовать камерой то что в каждом из нас живет гоголевский плюшки только в разном процентном соотношении так что вот данная камера конечно и надо опробовать все такое но пока что да у нее работы сейчас не будет потому что ну блин сейчас зима это конечно покататься на санках с ней это будет весело но все равно как-то ну реально побаиваюсь пока что все это опробуем протестируем естественно ночное вот это блин то что здесь есть ночной режим это надо попробовать как он что будет снимать скорее всего это будет зеленушка обычно прекрасно но представьте вот в этой крапченочке вот в этой вот все что я перечислил это еще не все потому что я много возможно не знаю что нам пойдет ну думаю на этом все опять же со временем думаю я смелее даже наверное плавать с ней начну но это лет через сто произойдет потому что блин такая новая прям офигеваешь вот смотришь все красиво на этом пока что все что могу сказать ждите новые видосы которые будут вот еще более качественные наверное я не знаю ну качество думаю улучшится но разумности и здравого смысла в них это не прибавит конечно так вот конечно прикольно будет сравнить бою м1 вот эту микрофошку и вот этот вот какой-то ноунейм дигмовский то есть здесь у нас более-менее какой-то ну не самая именитая не такой как зум но все равно имеет свою нишу скажем так пользователи ибо на ютубе много кстати обзоров я думал я один такой нет оказывается там убой и целая там линейка то есть там вообще все практически микрофоны есть и конечно будет прикольно сравнить вот этот вот дареный здесь в комплекте который с этим но это все в следующий раз пока что все это будет долгое время тестироваться и только потом уже все это как-то будет в реальных условиях скажем так использоваться как как же тут это вот такое вот не поснимать на него но это повторюсь будет только летом на этом все всем пока пока